Заводов и расплавов в Красноярске не будет, его даже не начали строить. Чтобы убедить в этом красноярцев окончательно, для журналистов организовали экскурсию в корпуса бывшего завода Септишмаш. На что делает ставку Чексу ВК и почему компания все еще не теряет надежду на строительство завода, узнавала Олеся Рожкова. Здесь ничего не делалось и не делается, значит вы наверное уже сами поняли и видите. Что год назад, что два, картина та же. Голые стены, пустые залы, одиноко висящие краны. Поэтому это скорее даже не экскурсия для журналистов, а демонстрация законопослушности Чексу ВК. Мол, убедитесь, нет разрешения, нет строительства. Находиться внутри без каски опасно, крыша дырявая, поэтому дождевая вода это самое малое, что может упасть на голову. На заводе сейчас фактически работают электрик, главный бухгалтер и парочка охранников. По проекту само производство фиромарганца должно занимать всего пятую часть одного из корпусов здания. Остальные лишь дополнительные участки. Теперь этим планам не суждено сбыться. Накануне губернатор края заявил, завода не будет и власти, жители города против. А теперь эту идею даже президент Владимир Путин поддержал. Но в Чексу ВК уверены, ставить точку рано. Я просто-напросто не берусь комментировать, будет завод или не будет завода. Я знаю только одно, что пока экологическую экспертизу, повторяю, независимую, пока никто не отменял. Значит, и мы в этом направлении продолжаем работать. Суды, которые намечены, они тоже пока идут. Главный аргумент Чексу – России необходимы фиромарганцевые сплавы. Одна тонна стоит 2000 долларов, а таких тонн нужно 750 миллионов. В Челябинске производится пустяк, всего треть. В цифрах такое производство принесет немалый доход. Да и продумано же все. Фильтры по международным стандартам, предельно допустимые концентрации не превышают норм. Да и общественные слушания они сами предлагали провести. Но Емельяновская администрация якобы отказалась. И Красноярск – место идеальное. Усимское месторождение рядом, в Кемерово, всего 130 километров. Еще и вложенные 5 миллиардов в Крастишмаш надо отрабатывать. Вот только экологи не разделяют энтузиазма владельцев. Проектом предусмотрены рукавные фильтры с импульсной регенерацией. Эти фильтры направлены на очистку от пыли. То есть это пылевые фирты. И прежде всего они ориентированы на улавливание марганцевой пыли, которая для предприятия является ценным сырьем. Все газы, диоксид азота, диоксид серы, бензопирены, они не проходят никакую очистку. По заявлению кемеровских ученых, Усимская руда не особо богата марганцем, зато богата фосфором. Отсюда и несколько стадий очистки, и производства с открытыми печами. Теперь об этих перспективах можно на время забыть. Но когда красноярцы окончательно смогут вздохнуть с облегчением, этот вопрос пока остается открытым. Ведь главного аргумента письменного постановления о запрете на строительство завода до сих пор нет. Олеся Рожкова, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.